140 тысяч тонн стали в месяц и более полутора миллионов тонн в год. Это один из лучших показателей в стране. Абинский электрометаллургический завод сегодня вносит весомый вклад в стабильность и экономическое развитие Кубани. В марте этого года здесь открыли цех по производству метизных изделий, в котором выпускают рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку. Теперь на предприятии построят второй, подобный цех. Ведь в планах потеснить на рынке зарубежные аналоги. Инвестиционное соглашение уже подписано на более чем 3 миллиарда рублей. Что нужно сделать, чтобы такие успешные проекты все чаще реализовывались на территории края, говорили сегодня на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата, которое провел глава Кубани. Ведь это и новые рабочие места и налоги в региональную казну. На встречу были приглашены все те, от кого напрямую зависит, насколько комфортно сегодня бизнесу в регионе. Не только руководители органов власти, но и представители ресурсоснабжающих организаций, налоговых, правоохранительных и судебных ведомств. Миньямин Кондратьев отметил, что каждый из присутствующих должен быть заинтересован в привлечении бизнеса в край. Ведь без инвестиций нет будущего. Коллеги, это все рукотворно. Это все рукотворно. Пусть не нами, но нашими подчиненными, нашими коллегами. Уровня района, либо уровня поселения. Потому что сегодня все равно мы все задействованы в огромном маховике под названием «Амминиционный климат». Чтобы мы его раскачали так, чтобы желающих отбоя не было. Еще раз, чтобы все понимали, что потеря потенциальных инвесторов – это потеря рабочих мест и потеря налогов. Дополнительных налогов, которые нужны сегодня для развития нашего региона. Поэтому мы не можем себе позволить терять инвесторов, потенциальных инвесторов. Не можем себе это позволить. Потому что для нас очень дорого каждое рабочее место. Сегодня на Кубани реализуются около 660 инвестпроектов на общую сумму более полутора триллионов рублей. Инвесторам оказывается необходимая поддержка. Ведь край открыт для новых бизнес-идей. Однако нередко сами предприниматели указывают, где происходит пробуксовка. Вице-губернатор Василий Швец рассказал, что по каждой проблеме занимаются отдельно. Например, удалось сократить среднее время регистрации юридических лиц – с 10 до 5 дней. Также уменьшить планируются и сроки регистрации прав собственности. Сократить его мы тоже анализировали. Можем и думаем за счет дополнительного привлечения возможностей мобильных сервисов. СМС-оповещения о готовности документов для того, чтобы люди просто не ждали. Потому что зачастую документы готовы намного раньше, чем стоит срок, который указан в той же самой платежке МФЦ. Однако все чаще договориться между собой не могут бизнес и естественные монополии. Почти 40% предпринимателей жалуются на невозможность подключения к энергоснабжающим сетям. Для предприятий важны сроки, а также лимиты, которые выдают организации. Сегодня на совещании представители бизнес-сообщества на конкретных примерах рассказывали губернатору, почему тот или иной проект не может вовремя запуститься. В настоящий момент моя компания реализует проект институционного парка в Кавказском районе, где будут разрешены три новых высокотехнологичных производства. Подготовка к этому проекту заняла несколько лет. Много времени потребовалось на консенсацию достаточного объема энергоресурсов. Опять та же проблема – энергоресурсы. Такое совещание – это возможность договориться двум сторонам. Ведь за одним столом предприниматели, руководители естественных и государственных монополий, разбирают конкретные ситуации жизни. По некоторым из них решение было найдено прямо на заседании. Большая и огромная просьба и ко всем инвесторам. Давайте так, если мы заявились на уровне энергопотребления, то нам нужен отпуск. Нам нужно, чтобы этот график выбирали и потребляли на то, что заявили. Еще один вопрос, из-за которого невозможна реализация крупных инвестпроектов в Геленджике, Славинском, Крымском и Тимрюкском районах – дефицит газа. Там до 2022 года запланирована реализация более ста проектов. Так уже в Северском районе отложили строительство тепличного комплекса, так как ресурсоснабжающая организация затягивает с решением проблемы в предоставлении мощностей. Сегодня такие примеры не раз звучали на совещании. Вениамин Кондратьев поручил своим заместителям собрать все планы реализации инвестпроектов в Крае и синхронизировать их с намерениями сетевых компаний. Реально мы теряем тот инвестиционный потенциал, который можем реализовать. Теряем. То мы к газу не можем подключиться, то к электричеству не можем подключиться, то еще у нас там какие-то ограничения. Это все, понятно, монополии естественные. Коллеги, но естественные монополии, даже если они федеральные, они должны жить нуждами Края, проблемами Края. Не только своим алгоритмом и регламентом, который у них есть. Вот знаете, тут Райкина вспоминаешь, когда он был про дефицит. Если есть дефицит, значит есть уважаемые люди. Регион, мощный регион не может остановиться, либо захлебываться, только потому что у нас нет ресурсов. Лимитов нет. Либо газа, либо энерго, либо еще каких-либо. Но не можем мы так. Коллеги, я уже сказал, что монополии, они не могут жить отдельно от Края. Не могут. Жить вне проблем Края, вне решения задач, которые перед Краем стоят. Не могут. У меня прямая связь развития Края и развития естественных монополий. Развитие естественных монополий, развития Края, региона и страны в целом. А по-другому никак. Сегодня нужно делать все, чтобы инвесторы хотели открывать свои предприятия на территории Края, а не строить препятствия для бизнеса на каждом шагу, уверен губернатор. Любой проект должен сопровождаться в ручном режиме. Для бизнеса, который работает в регионе, нужно сделать прозрачные правила игры, с которыми инвесторы будут чувствовать себя максимально комфортно. Цель в том, чтобы инвестиционные проекты, которые сегодня в Крае у нас запланированы, были реализованными. А это, конечно, инструментарий, который позволяет прозрачно инвесторам ощущать, в том числе и свое присутствие в нашем крае, с точки зрения реализации этих инвестпроектов, прохождение документов, любых, любая запятая, которую кто-то ему, неважно, контролирующие, фискальные, муниципальные, краевые органы власти делают, она должна быть тут же на контроле, с точки зрения объяснения, почему запятая, почему остановка, либо приостановка движения того или иного документа, который позволяет ему как можно быстрее начать или приступить к реализации этого инвестпроекта. И, естественно, чем быстрее приступить, тем быстрее он его завершит. Прозрачность. Мне нужна полная прозрачность. В течение недели мне нужен понятный для инвесторов, для нас, для общественников инструмент, который нам позволит максимально сделать еще более привлекательным наш инвестиционный климат. Ежегодно в крае формируют рейтинг муниципалитетов-лидеров привлечения инвестиций. Это наглядно демонстрирует, насколько качественно власти на местах и бизнес работают над развитием экономики всей Кубани. В этом году почетные грамоты из рук губернатора получили Новокубанские, Тимашевские районы, а также Новороссийск. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань, 24, Краснодар.